Будет? Будет, конечно, валить кайф-3 Оль, готова? Все, ставь на палочку Всем привет! Это четвертый выпуск С нашего сериала Про Тринаху Я немножечко тут Подбухиваю Берном Безалкогольное, все нормально Доехал до Андрюхи Снимаем все это дело ночью Потому что работа, в общем, все такое И не позволяет все нормально Это дело отснять днем Но приехали, в общем, ночью сюда И сегодня снимаю с новой камеры И, кстати, ребята, напишите, как вам картинка Нормальная, ненормальная Что вы о ней думаете Ну, в общем, немножечко так стабилизировано Я надеюсь, что более-менее Поинтереснее будет смотреться Ну вот И, конечно же Говорите про звук Что со звуком там Итак, я думаю, что надо передать микрофон Андрею И он расскажет, что же там с Тринахой-то произошло Все-таки Немного поковырял он ее Посмотрел, я, конечно, удивился Ну, да ладно Показываю Значит, что у нас произошло У нас, соответственно, варили рамку лобового стекла Из четырехмиллиметровой столюги Соответственно, вклеили бронированные стекольные столюги Что стекло? Стекольные столюги Стекольные столюги, да Вклеили, значит, стекло Которое было у нас маленького размера Поэтому пришлось нам таки рамку разваривать Ну и вот В принципе, все заделали швы Все, все вот так Что инспектор ГИБДД, я думаю, пройдет мимо При виде Особо его тут ничего не должно расправить Ну и вот Осталось затонировать Наглухо, да? Наглухо Нитроваком Валиком Да, в общем Лобачи-то нет, тема Можно уже Все Сколько миллиметров, Андрей? 9 миллиметров Штангенциркулем показала Стекло толщина Точный штангер Нормальный, да При ссоре того, что штатное стекло 3,8 или 4 миллиметра То такое утолщение достаточно Нехивое Да В общем, ладно, все это утолщение Но что проделано было внутри Это, конечно Мне кажется, даже штатка С таким усилением выдержит Итак, перебираемся мы Внутрь Вот так вот Все это дело выглядит Значит Покажу, что здесь произошло Шмиллер десятка Толщина стенки Порядка 8 миллиметров у него И потом За что ты так ее? За что? Это здесь Здесь еще Не просто, короче, шмиллер Здесь еще фанерина Сколько миллиметров? 21-ая 21-ая фанерина у нас На потолке На потолке Отшивка потолка Достаточно неплохая Так, ну и секундочку А это самое Обрешетку от клетки Ты убрал наверху? Нет А еще и обрешетка Обрешетка Соединенная с этим швеллером Швеллер этот варен Как бы в углу Соответственно В штатное место Бортовое А теперь вот отсюда Вот изнутри Если заглянуть Андрюх То ты поймешь Что рамка лобового Еще приварена к этому швеллеру Сплошняком То есть, чтобы все понимали Годится Вот это вот годится И причем Сам швеллер Он сам по себе Немножко выгнут Выгнутый как бы Фанера Все подогнано Вообще Вот просто Заподлицо Так и хотелось Чтобы просто был потолок Мы его, я думаю В дальнейшем Обтянем, наверное, алькантры Посмотрим А может быть и покрасим Как-нибудь интересно Ну, должно быть Что-то интересное Специально Выгибал Делал Долго мучился Много времени потерял Но думаю Ладно, один раз сделаем Я думаю, сделаем красиво Но вроде как получилось Остальное дошкурится Зашпаклюется Соответственно, заделается Еще тут болтов Будет очень много заверчено Грубо говоря, наживлено А так Слушай, Андрюх А можешь где-нибудь Вывернуть болт какой-нибудь А давайте Показать, как крепится Понятно Я не знаю, можно даже Вот снизу здесь А давай Вот срубовер Под боком Где-нибудь В любом месте А вот прямо На видном месте Сейчас возьмем Нормально Видное место Там все темно Подсветочка Ай, ёпарстэ Поехали Вот на такие вот болты Такой болт Показывали В той серии Я говорил, да Что это как раз Те самые болты Которые подороже То есть у них Сверло не затупливается Грубо говоря Потому что я некоторые Даже по второму кругу Запускал И самим по себе Они покреплены Ну это типа самореза, да? Это именно Не кровельные Не кровельные А саморезы Для толстых пластин А в самой клетке Надо нарезать? Нет, ничего не надо Ничего не надо Просто берешь саморезы Можем показать Даже наглядно Как оно сажается Если хотите Ну сейчас покажем Никто не ответит Никто не ответит Я понял На шланг выглядите Даже фанеру притянуло Можем с нуля Вообще дырочку новую Заколбасить Ну я думаю Лишнее В общем Ребята не глупые Поймут Как это все делается Вообще Наглядно И просто Понятно все Здесь у нас Наконец-то Добавлю Дорежем Патай делается Вот такую вот вещь Вначале сверлится сверло Давай я покажу Так Хоп Вот такая штука Это называется Как она Пировое сверло Правильно Пировое сверло Да Да 70 рублей Верночная цена Зато получается Отличный Патай Ну круто Да Потом зашпаклевывается Андрюха Мастер на все руки На любые Вообще абсолютно Отверстия На любые Крепления Все есть инструмент Вот Это в общем-то Наша уже БП 10 джунов Видим мы здесь Уже поселились Ну вот Все подключено В принципе Можно пульнуть Но Сейчас станет Лобачий Можно будет Что-то Планирую отделить На самом деле Отделить Бока Отделить Торец И я думаю В следующей серии Наверное мы Пульнем Что-нибудь Что-нибудь Только позови Так чтобы Прям аж Не в отдельной Эмоции Слушайте Мы даже Пульнем без порта Просто без порта Пульнем Узнаем Сколько тут Честного Без порта Просто Будет 150 Значит 150 150 С плюсом 150 С плюсом Просто без порта Пульнем И я думаю Всем будет Достаточно Интересно Да В общем Вот такая Тренаха Выходит у нас Не у нас Что-то я Все к себе При этом Приобщаем Андрюхе Видосы мои Только Ну вот В общем Что ребята Задавайте свои вопросы Что-то подутихло Как-то В комментариях Может кто-то хочет Приехать Посмотреть Велкам к Андрею Свободное время От записи Да Ребята Сапшкова Приезжали Смотрели Приезжайте Смотрите Ну Да Так что Вот Андрюх вообще Человек Такой Достаточно Открытый Делится опытом Абсолютно Спокойно Не жалко Я за конкуренцию Будет быть интересно По крайней мере Причем Самое интересное Я напилил Еще Себе конкуренты Я так понимаю Да Прямо Причем Да Причем Даже Что скажем Улет Даже будет Немножко Покруче Чего у меня Ну У тебя Нету Броне Такой Ну Это уже Другие видосы Подождите У тебя Сток У тебя Сток Да То есть Дальше Думаешь Фассата Еще Фассата Сейчас Прям Хэртрик Снимаю Нету Потом Я вам говорю Давай Сейчас Хэртрик Снимем Присядешь Давай Давай Сейчас Когубцы На окно Опустим Сейчас Сним Хэртрик Тринаха А Для затравочки Да Немножечко Тринаха Настолько Лютое Собирается В общем Не то Что Готовим Труханы Я даже Не знаю Как это Выразить Смотрите Терминалы Питания Терминалы Отключены Вообще Моноблок Отключен Усилители На фронт Отключены Все Абсолютно Вот они Терминалы Еще не Подключены Сюда И так Значит Сейчас Вот В этой Конфигурации Тринаха Будет Валить Хэртрик О Будет Будет Конечно Валить Хэртрик Оль Готова Да Стой Погоди Куда лицом Развернуться Ну куда лицом Разворачиваться Сюда Конечно Да Готова Ты магнитолу Андрея поставил Готова Вообще Ну Слезы текут На что Слезы текут Еще не валим Значит Алик Там стоит Я показываю Алик Андрюха Тогда не включай даже магнитолу А то тут не надо Тут так валит Ты ее тогда не включай И В общем Будем так Так Сейчас Там на пленке Это самое На пленочной Уводить На пауле Ставит Это что такое Ароматизатор Да И так Еще раз напомню Моноблоки Отключены Питания нет Оль Готово Давай поближе Сюда Вот сюда Вот Сюда Давай Вот туда Во 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 Первый раз Что ли Смотри Твоя голова Должна быть в проеме В этом Я не могу Тут не участвовать Чтобы получилась Разность давления Тогда у тебя Только волосы Андрей Давай 20 Герс Или 15 Синус Синус Да Пошел Продолжение следует... Слушай, а моторы холодные Катухи вообще не прогрелись Абсолютно Охереть Короче, КПД у системы есть Реально, мне кажется, такого не было ни у кого, Андрюха А сколько сейчас была частота? Инфра Где-то 16 Герц Охренеть Такие дела Тринаха валит уже без питания Я думаю, что это Это, я не знаю Это единственная в России Единственная в России Автомобиль Который уже, в принципе, без питания Уже может валить не за лютой Не за у нас Без питания без проводов? Реально, ребят Приезжайте, посмотрите Просто Ну, вот она без питания валит уже Это, как бы, ну Не какой-то прикол Реально без питания валит тачка Короче, это первый такой, наверное, проект в России Который, ну, реально заслуживает Это все руки мастера Руки мастера и реально знание системы Вот Ну, и, конечно же, оборудование Ну, да, чем-то Без нормального оборудования Здесь бы ничего не получилось Здесь тупых сверху Тут хранитиков не было Абсолютно верно Итак, в общем, я предлагаю на этой ноте закончить Это был Какой у нас уже? Четвертый выпуск, да? Если не ошибаюсь Четвертый выпуск Тринахи Че с Тринахой? Пишите Че с Тринахой? Я не знаю Че с Тринахой? Может, что-то и получится Возможно, может, и вольнем Еще в следующий раз Помощнее Че? Да Еще питание можем докинуть В следующий раз А может, я на пеналку поскорее выключу? Вообще, вполне реально Так что, ребята Подписывайтесь Ставьте лайкосы За такой крутой проект Ставьте лайкосы Андрюхе Это реально Проект заслуживает Без питания У кого вопросы Можете писать в комментариях Можете писать в личку Да Ну, как без питания валить Он, я думаю, что не скажет Все равно Это секрет-фирма Про все остальное пишите Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!